МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новоуральская вещательная компания информационная программа «Объектив» в студии Никита Евсеев. Сегодня четверг, 23 марта. О последних городских событиях расскажем далее. Смотрите в выпуске. За 2016 год заболеваемость наркомании в Свердловской области снизилась на 16%. Активный, энергичный и деятельный так охарактеризовали Общественный совет при УВД Новоуральска члены областного общественного совета при главке МВД по Свердловской области. Итоги визита генерал-майора Владимира Красильникова в Новоуральск. Сегодня свой 70-летний юбилей отмечает председатель городского общества инвалидов Александр Николаевич Мандриченко. По итогам прошлого года на Среднем Урале зафиксировано некоторое снижение заболеваемости наркомании на 16% по сравнению с 2015 годом. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Азат Салихов на совместном заседании антинаркотической комиссии и межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Свердловской области. Как сообщает областной департамент информполитики, данные о первичной заболеваемости наркомании выглядят еще более оптимистично. В целом, динамика снижения заболеваемости этим опасным недугом на Среднем Урале уже в течение нескольких лет опережает среднероссийские показатели. Как подчеркнул Азат Салихов, для закрепления достигнутого к настоящему времени успеха необходимо продолжать работу по применению мер административного воздействия в отношении граждан, употребляющих наркотики. Кроме того, нужно обеспечить условия для своевременного исполнения судебных решений в отношении таких лиц. Еще об одной беде современного общества ВИЧ. Ситуацию по распространению этой инфекции в Новоуральском городском округе рассмотрела межведомственная комиссия. По официальным данным, распространенность ВИЧ-инфекции за пределами округа значительно выше, чем на территории Новоуральска. Тем не менее, медики держат руку на пульсе и призывают горожан внимательнее относиться к здоровью своему и близких. Тему продолжит Ольга Бертье. Первый случай ВИЧ-инфекции зарегистрирован в Новоуральском городском округе в 2000 году. Спустя 16 лет на 1 января 2017 в округе зарегистрировано 1206 случаев ВИЧ-инфицирования. Причем 106 – самые свежие, выявленные в течение прошлого года. Цифра значительно выше, чем в предыдущие годы. Просто обследовать на ВИЧ стали чаще. А в 2016-м через тест на ВИЧ прошли больше 15 тысяч новоуральцев. Отсюда и рост показателей. С одной стороны, статистической. Это минус, конечно, ухудшаются показатели. С другой стороны, с общечеловеческой это огромный жирный плюс. Ведь обычно несколько лет организму удается удерживать ВИЧ под контролем. А это значит, что инфицированный человек выглядит вполне здоровым. И по мнению специалистов, порядка 30% ВИЧ-инфицированных и не подозревают о своем заболевании. Отсюда и количество ВИЧ-инфицированных, и число людей с еще не выявленным заболеванием с каждым годом становится повсеместно гораздо больше. И чем раньше человек с ВИЧ попадет под диспансерное наблюдение, чем раньше нуждающемуся будет назначена антиретровирусная терапия, тем эффективнее она будет. А значит, и качество жизни человека можно улучшить, а продолжительность его жизни продлить. Тем более, что часто у ВИЧ-инфицированных диагностируют и другие опасные заболевания. Так, по словам заведующего отделом по борьбе с ВИЧ-инфекцией медсенчасти, Александра Ширяева, сегодня у них 59 пациентов с диагнозом ВИЧ плюс туберкулез. Причем у 41-го туберкулез в активной стадии. Еще один момент, отмеченный Александром Сергеевичем. Если раньше в начале 2000-х типичным носителем ВИЧ был молодой человек, употребляющий наркотики, то сейчас инфекция шагнула в благополучные социальные слои. Появляется не только у молодежи, но и 30-40-летних. И здесь основной способ распространения инфекции – половой. В связи с этим, злободневная тема, озвученная представителями отдела по борьбе с ВИЧ-инфекцией медсенчасти, часто их пациенты не приходят на прием не потому, что не хотят, а потому, что не могут в часы приема врача покинуть свое рабочее место. Хотя по федеральному закону они имеют право на то, чтобы уходить на прием к врачу, к инфекционисту, получать лекарства, но они о своих правах никто не заявляет. Не любят наши люди с менталитета маленького города информировать кого-то о том, что есть ВИЧ-инфекция, потому что это, как правило, может обернуться для них большой неприятностью. С чем мы и сталкивались. И на работах, когда человека пытаются уволить, и понятно, что не из-за диагноза, найдут другой повод. И все наши пациенты диагноз скрываются. Вчера передо мной сидело два пациента, которые срыв в лечении, они приходят за терапией, клетки низкие, то есть иммунитет практически нулевой, не могут уйти с работы. Вот именно из той организации, где буквально мне вот в декабре хамили. Константин Николаевич, дайте наиболее нерадивой организации, кто так относит. У нас и специализации у нее не проходят, да? Да. Что у нас за руководитель, который так к людям относится? Только работать должны? Работать что ли, или что? Я не понял. Он живет в государстве, государство живет по закону. Поэтому давайте находить механизмы а. воспитывать, б. Отлично меры принимать. Эти же слова Владимира Машкова относятся к городским руководителям, которые игнорируют предложения работников медсанчасти провести в трудовых коллективах информационные семинары по теме ВИЧ. Их в письменном виде. В ближайшее время пригласят на беседу в администрацию Новоральского городского округа. В случае неявки руководителя Новоральская прокуратура будет проинформирована о неисполнении руководителям требований федерального законодательства. Кроме того, еще два решения, принятые членами межведомственной комиссии. Первое. Подключить к информационной работе Новоральских волонтеров. Второе. Продолжить практику экспресс-тестирования на ВИЧ на массовых молодежных мероприятиях и в учащейся среде. Потому что есть еще психология человека. Вот куда-то идти в больницу, там, так сказать, времени нет и так далее. Тут уже люди пришли, вот, пожалуйста, через 10 метров можно подойти и, так сказать, провериться. И результат в любом случае будет. Видишь, там 50, здесь 50, еще, так сказать. И, во-первых, люди знают, что они, в принципе, здоровы. И иногда выявляются, к сожалению, совершенно неожиданно. Вопрос доверия к сотрудникам органов внутренних дел стоит в современных реалиях достаточно остро. Именно он является одной из задач организации при управлениях внутренних дел общественных советов, состоящих из неравнодушных людей, которые, по сути, являлись бы посредниками между деятельностью полиции и общества. Новый общественный совет при УВД в Новоуральске работает с начала 2017 года, но за столь небольшое время им уже проведены совместные с полицией мероприятия, в том числе и образовательного характера. А сегодня с ознакомительным визитом в Новоуральск приезжали члены областного общественного совета при Главном управлении МВД России по Свердловской области. Подробности визита узнаем далее. В 2011 году по указу президента России был создан первый общественный совет при Главном управлении Министерства внутренних дел по Свердловской области. На данный момент в регионе 42 активных территориальных общественных совета. Визит руководства областного совета в Новоуральск носил ознакомительный характер. Также его целью было найти точки взаимодействия обмена идеями непосредственно с территорией. В начале встречи круглый стол с руководителем УВД Новоуральска Владимиром Ювковецким и членами общественного совета. Среди многих обсуждали вопросы взаимодействия с прессой. На этом коммуникационном мостике возникает постепенно, наверное, отчасти чувство доверия должно появиться. Конечно же, понимание того, что люди пришли, которые заинтересованы в том, чтобы пропагандировать работу УВД и каким-то образом сделать ее понятной для наших граждан. Можно много делать, но если об этом не говорить, то ничего никто не увидит. Сейчас суета большая, напряженность жизни большая, поэтому стараюсь со своей стороны вот те акции, которые мы проводим, в которых принимают участие коллеги, сотрудники управления внутренних дел, конечно же, чтобы это все было дано на наших порталах, на телевизионных дорожках, на сетях, для того, чтобы люди просто знали, знали, куда обратиться, куда прийти, в лицо знали сотрудников, как бы не боялись подходить. Это тоже важно. Владимир Красильников, председатель областного общественного совета при главке МВД по Свердловской области отметил, что одной из главных задач совета является общественный контроль над деятельностью сотрудников полиции и объективная ее оценка. Это одно из направлений, хотя обычно все желают, ну, сейчас, наверное, меньше стало, народу желающий в общественный совет пойти, когда у нас первый совет создавался, 140 желающих было в совет и всех привлекала вот эта фраза про общественный контроль. Все хотели контролировать, но вот этот контроль, там, по-моему, шестой или пятый стоит в позициях, задачах и, так сказать, чем должен заниматься общественный совет. Но, тем не менее, мы говорим общественный контроль. Формы общественного контроля, их очень много на сегодня. Мы говорим, и то, что прием граждан, это тоже форма общественного контроля, и то, что изолятор временного содержания, причем сегодня, с учетом, ну, наверное, значимости этого вопроса, соблюдение прав граждан, в положении даже записано, что это обязанность члена совета посещать изолятор временного содержания. Следующий пункт программы – визит в дежурную часть изолятор временного содержания. Сейчас там проводить видеосъемку запрещено, поэтому отметим только, что по содержанию подследственных у членов областного общественного совета вопросов не возникло. Остались они довольны и музеем, организованным при управлении внутренних дел Новоуральска. В нашем городе нынешний общественный совет при УВД третий по счету, но, как уже стало ясно, всего за три месяца его работы самоактивный из всех ранее организованных. Это отмечает руководство УВД и жители города, хотя есть особенности его работы в связи с закрытостью нашего города. В ходе беседы мы поняли, что это действительно актив. Очень уже много сделано интересного, я бы сказал, за короткий период. Несколько предложений поступило в адрес общественного совета при главном управлении. Само по себе управление, вот мнение о нем руководства главного управления только положительное. Есть специфика, которую многие не понимают, но которая присуща именно закрытым городам. Я знаком с этой спецификой не понаслышке, но вот я сам в свое время работал в закрытом городе. Я вижу, что здесь и люди на месте в непосредственном управлении, и общественный совет будет надежным помощником. Обмен опытами и идеями главные итоги визита областного общественного совета в Новоуральск. Мы увидели ряд тех направлений, в которых надо двигаться. Ну, а теперь, если говорить о том, что нами уже сделано, то, конечно, наша главная, наверное, задача, она состоит из трех, и одна из задач, это усилить такое доверие между гражданами города Новоуральска и МВД. Часто уже слышу отзывы, обратную связь, что да, хорошо, что вы есть, хорошо, что этот механизм начинает работать, и реформа Министерства внутренних дел все-таки дает свои плоды. Представители общественного совета из Новоуральска в середине апреля отправятся на областной семинар для всех общественных советов региона. На этом мероприятии члены совета из нашего города поделятся интересными идеями об улучшении взаимодействия работы с полицией, которых у нас предостаточно с другими территориями. Видно, что люди уже, видимо, по-другому со всем отношения уже другое, и люди уже пришли сюда работать, а не отсиживаться. Альбина Бабкова, Николай Ларионов, Новоуральская вещательная компания. Сегодня свой 70-летний юбилей отмечает известный и многими любимый новоуральц-председатель Новоуральской городской организации Общероссийской общественной организации Всероссийского общества инвалидов Александр Николаевич Мандриченко. Много десятков лет этот удивительный человек трудился на производстве, помогал людям и внес огромный вклад в развитие города. Сегодня родные, близкие люди, коллеги и руководство округа поздравили юбиляра и вручили подарки. Александр Николаевич Мандриченко без преувеличения герой нашего времени. Больше трех десятков лет отдано основному производству Новоуральской 10 лет у руля новоуральской организации Всероссийского общества инвалидов. Активное участие в работе общественной палаты и попечительского совета администрации, а также совета по делам инвалидов при главе округа. Этот человек в городе незаменимый, просто могу сказать, потому что его энергия, его желание помогать людям, они просто неистащимы. Много добрых дел он сделал, и на сегодня, можно сказать, вот за последние пять лет, насколько изменилась инфраструктура, которой пользуются люди с ограниченными возможностями здоровья, это его, во многом, его труд. Какие трудности преодолевают люди с ограниченными возможностями здоровья, Александр Николаевич знает не понаслышке. Оттого, наверное, все проблемы пропускает через свое сердце и старается помочь каждому. Я считаю, что действительно человек, который стоит у нас председателем в обществе инвалидов, именно такой нужен. Александр Николаевич достойный человек, прекрасный человек, дай Бог ему здоровья, дай Бог ему счастья и, конечно, семейного благополучия. Слова благодарности, восхищения, душевной отзывчивости, энергии и оптимизму, которыми он щедро делится с людьми. Звучат из уст коллег, руководителей округа, членов общественной палаты. С днем рождения, Ваше Александр Николаевич! Сказать, что горожане уважают Александра Николаевича, мало. Его любят, с него берут пример и за честь считают называть своим другом. Я говорю, честно, мне в жизни повезло, что вот так наши, так сказать, пути немножко с ним сошлись, я хотел сказать еще по-мужски, я знаю, что он спину всегда прикроет. Грамотный, добросовестный, скромный человек, так говорят о нем друзья, ветеран труда комбината атомной энергетики и промышленности, ветеран России, лучший наставник Уральского электрохимического комбината, почетный член Всероссийского общества инвалидов, авторитет для коллег и незыблемая скала для своей семьи, жены и сына. Всем своим успехам в жизни, прежде всего, я обязан тебе, ты на меня был, если всегда будешь примером. Твой характер, твоя закалка, твои поступки, твое отношение к людям, оно действительно достойно уважения, и я просто по преклонению перед тобой колени. Спасибо тебе, дорогой мой человек. Мария Антонова, Геннадий Донгузов, Новоуральская вещательная компания. Новоуральские депутаты готовятся к мартовскому пленарному заседанию Думы НГО. На совместном заседании сразу три думские комиссии знакомились с проектом совершенно нового для округа документа. Это программа комплексного развития социальной инфраструктуры нашего округа до 2016 года. Продолжение темы у Ольги Бертье. В Новоуральском городском округе в скором времени появится новый документ программа комплексного развития социальной инфраструктуры нашего округа до 2026 года. В соответствии с градостроительным кодексом разработка такой программы и впоследствии ее наличия обязанность любого округа, утвердившего новый генплан. Программа она создана на основании принятых думой утвержденных администрацией программ постановления генерального плана. То есть эти документы, то есть задача была компилировать, собрать все вместе, чтобы не было ошибок. Цель программы обеспечения сбалансировано перспективного развития социальной инфраструктуры Новоуральского городского округа в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры округа. Для этого программой заложено решение ряда задач, в том числе формирование благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения и сокращения миграции из Новоуральска, создание условий для получения всех видов образования на хорошем качественном уровне, предоставление дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях за счет строительства и реконструкции муниципальных образовательных учреждений, а также привлечение населения к занятию спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства и реконструкции спортсооружений, повышение доступности качества, объема и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства с целью сохранения исторического наследия округа. В документе отражен анализ существующего состояния социальной инфраструктуры округа в разрезе таких сфер, как образование, культура, физическая культура и спорт, численность занятого в учреждениях персонала и материально-технической базы, а также перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры округа с разбивкой по годам, источникам и объемам финансирования. Общий объем финансирования всех мероприятий программы, рассчитанной до 2026 года, больше 2 миллиардов рублей. В основном это средства местного бюджета, отметила докладчик Ольга Маторина, директор Комэнергоресурс. Эта организация, собственно, и выполняла муниципальное задание, разработав новый документ, который предстоит теперь принимать депутатам. По итогам предварительного знакомства с программой, ее разработчики взяли небольшой тайм-аут. Потребовалось скорректировать цифры и исправить технические ошибки. После чего депутаты смогут начать уже детальное знакомство и обсуждение документа Ольги Бертье и Иван Вахмяков на Уральской обещательной кампании. Впереди лето. Уважаемые родители, в 2017 году детский загородный лагерь «Самоцветы» организует открытие трех смен для отдыха и оздоровления детей в летний период на три смены. Прием заявлений на приобретение путевок в «Самоцветы» будет осуществляться с 4 апреля. Заявление на приобретение путевки можно подать следующими способами. В электронном виде. На едином портале государственных и муниципальных услуг. На портале образовательных услуг Свердловской области. Также можно подать заявки при личном обращении в территориальную организацию профсоюза города. Улица Мичурина, дом 31. И в многофункциональном центре улица Фрунзе, дом 7. Обращаем внимание, в случае подачи заявления в электронном виде в течение последующих трех рабочих дней необходимо предоставить в Тирком оригиналы документов, необходимых для получения путевки. Сразу после прогноза погоды и афиши киноцентра «НЕЕВА» смотрите в эфире Новоуральской обещательной кампании программу «Культурный акцент». Беседа в студии НВК в преддверии Всемирного дня театра, который отмечается 27 марта. Как известно, Новоуральск – театральный город. Помимо двух профессиональных театров в нашем городе действует театральное отделение в детской школе искусств и театр Дома культуры Новоуральский. Не переключайтесь. Всего вам доброго. И главное, помните, Новоуральская обещательная кампания с вами всегда. Тройное W. Новоуральск.тв. Новоуральск.тв. Новоуральск.тв.